Ну что, продолжается моя эпопея с печкой термофор Тунгуска 16. К сожалению, мои костыли, как я в одном из последних роликов выложил, показал, не принесли нужного эффекта, не получается топить печь, ну точнее топится, но камни не находятся, поэтому все это дело вытащил и буду переваривать. Были мысли, как переваривать, думал, либо прямо в бане, вот в этом вот ограниченном пространстве все это делать, но это очень неудобно, и вырезать неудобно, и варить неудобно, особенно учитывая небольшой опыт сварки в таких нестандартных положениях, обычно всегда в нижнем положении варю, поэтому решил пойти по второму, более долгому и сложному с одной стороны пути, Но с другой стороны, надеюсь, это будет проще. Что я решил сделать? Я решил разрезать печь, грубо говоря, пополам, сейчас посмотрю, как она будет резаться, и спокойно в нижнем положении заварить, и потом обратно печь собрать. Специально для этой резки взял тонкие диски, которые вот такие вот, один миллиметр толщиной, Да, один миллиметр, чтобы рез был как можно тоньше, и буду сейчас как-то ее вот на части разрезать, Заодно, раз уж снова такая возможность, хочется, чтобы страна знала своих героев, вот такие вот у термофора печи, как видите, стенки все повело от жара, То же самое с этой стороны, тут стоял теплообменник, поэтому меньше повело, но вот тут снизу, тоже довольно сильно повело. В общем, сейчас буду резать, пока из-за ее сложной конфигурации, я даже пока не представляю, где с какой стороны начать, одно точно понимаешь, что надо вот по этим швам прорезать. Здесь, наверное, буду вот так резать, а там дальше посмотрим. В общем, буду резать, буду показывать. Так, ну вот, два реза есть. В общем-то, получается теперь, получается теперь, как-то больше понимания приходит, что дальше резать. Думаю, здесь вот так вот по краям надо резать, и там с той стороны так же, как здесь. Сейчас посмотрим. Перевернул ее, и на солнышке стало видно здесь вот эти сварные швы с той стороны. Значит, соответственно, буду резать вот так вот, чтобы их обойти. С той стороны, наверное, так же. Ну, в общем, с четырех сторон вырезал, и оно уже вроде бы как бы шатается, и вроде бы как бы должно выйти, но не выходит. А изнутри, там есть что-то вот, типа, как бы такое ребро жесткости, на котором все держалось, и, видимо, из-за него она не выпускает. Так как все равно его нужно будет удалять, его надо там срезать. Полкаркой туда не залезть, сейчас буду резать сваркой. Вот. Вот такая вот маленькая победа. Вырезал. Здесь сваркой отрезал. И вот в результате, что имеем. Вот она, эта каменька. С моими прежними попытками ее спасать. И вот так вот порвался и погорел металл. Хромированная нержавейка. Тут какой-то уголок был приварен, якобы как ребро жесткости, или что-то такое. В общем, вот теперь это нужно как-то заменять, ремонтировать, реставрировать. Вырезал днище. И насколько смог его, конечно, подровнял, но все равно идеально не получилось из-за того, что его тут вытягивало. Поэтому, ровно по месту обчертил кусок стали, четверка. Нержавейки у меня хромированной нету. Поэтому буду простую сталь приваривать. Сколько-нибудь послужит, а там, глядишь, может тупичку заменим. В общем, вот так вот. Теперь надо зачистить места сварных соединений, да и варить уже. В общем, взял лист четверки, приварил, обварил со всех сторон. Не везде это легко получалось. Дырочки где-то были, но тем не менее, обварил кое-как. И еще и снутри проварил. Тут, правда, вообще сложно туда залезать. Ну, как проварилось, так проварилось. Сколько простоит, столько простоит. В общем, теперь осталась сборка печки обратно. Собрал на прихватках. В общем, получилось так, что кое-где швы довольно тоненькие. Но поэтому их заварить будет несложно. А кое-где довольно широкие. Тут, наверное, придется помучиться, чтобы это заварить. Ну, как-то так получилось. В общем, осталось все это дело собрать. Ну что ж, вот заварил наконец все. Со всех сторон. Не буду близко швы показывать, чтобы не позориться. Некоторые получились очень даже неплохо. Некоторые пострашнее. Где-то наляпал, где-то дыр наделал. Потом эти дыры заплавлял. Практиковался сварки с присадками. В общем, что хочу сказать. Если будете повторять данный трюк, то, когда будете вставлять обратно вырезанную часть, лучше не поленитесь и хорошо все подгоните. Потому что я где-то оставил широкие щели. Хотя вот потом подумал, что можно было побольше побиться с этим. Ну, ее же все повело. И поэтому все так ровненько не вставало. Но можно было. Лучше бы я подольше ее бы вставлял. Но потом быстрее бы заварил, чем я вот эти все дырки плавил. Ну, в общем, поработает. Во всяком случае, это лучше, чем купить такую же за 17 тысяч. Я как раз на днях в магазин заходил, узнавал. Ну и пока поработает. А там дальше видно будет. Ну, наверное, на этом я уже и закончу ролик свой. Снимать. Потому что осталось только собрать печку и затапливать, протапливать. Я потом в комментариях расскажу, как все это дело пройдет. В общем, последний штрих, что я все-таки сделаю. Извините за шум. Положу вот эту дверцу сюда, чтобы хотя бы вот тут яму не прогибала. И дальше уже наложу камней. Поставлю теплообменник. всю эту кожу, воду подключу и буду уже завтра топить. Так что вот такая вот история, как я продлевал жизнь печи Тунгуска 16 от компании Термофор. Если вас не затруднит, то поставьте мне, пожалуйста, за мои старания справедливую оценку и дайте мне один-другой комментарий, какой-нибудь полезный. Спасибо всем за внимание.